И снова в редакцию нашего телеканала обратились жители Магаданского частного сектора. В этот раз Шанхай. Люди жалуются, район практически завалило мусором. Нет ни одной улицы, где бы не валялись бутылки, пищевые отходы или пакеты. Евгений Григорьев живет на железнодорожной. Это импровизированная свалка в нескольких шагах от его дома. Причем, по словам мужчины, вывозят отходы чуть ли не каждый день. Но это не помогает. Мусор разбрасывается животными, птицами и ветром. Сильно пытались бы одно время собирать мусор, но поняли, что это бесполезно. После каждого ветра и чайки, и собаки растаскивали мусор тут же на глазах. Звонил я в руководство, которое заведует местами этими. Просил заменить поломанные баки, установить дополнительные. На что получил ответ, что мы поставили вас на очередь очень давно. Ожидаем подхода новых баков на замену. Знаем о вашей проблеме. Но это было два года назад, а воссыны не там. Просили и баки побольше. Двух стандартных на округу не хватает. Но и эта просьба осталась неуслышанной. Поэтому вот такая картина здесь не редкость. Иногда приезжает погрузчик и все убирают, но вместе с отбросами техника выкапывает землю. В результате около площадки образуется гниющее болото. Я говорил им, что в некоторых дворах хотя бы делают площадки из железобетона. Ну, как хотя бы должно быть, хоть по минимуму хотя бы. То тогда, наверное, и погрузчикам было бы лучше работать и было бы чище. С Евгением согласна Наталья Карасева. Она живет на соседней улице больше 30 лет. И, по словам женщины, такая ситуация с мусором сложилась только в последние годы. И это практически чисто. Возможно, причина в том, что не хватает баков. Нужно минимум пять. А лучше и вовсе поставить бункер. Но корень зла, по мнению Натальи, отнюдь не в этом. С города везут весь мусор. Вместо свалки везут все сюда. Почему? Потому что здесь ни за что платить не надо. Едут городские. И ни раз, и ни два, и ни три. Едут овощеводы наши, которые сбрасывают здесь весь неликвид товар. Сбрасывают абсолютно стройматериалы бэушные. Где-то офисы делают. На свалку не везут. Следим, а что толку? Я выхожу, он разгружается. Я говорю, что больше места не нашлось? Он мне говорит, тебе волнует это? А зачем мне нужно? Мне дом спалили? Мне тоже не нужно. Несанкционированные свалки – это самая большая, но не единственная проблема района. По словам горожан, что-то нужно делать и с огромным количеством безнадзорных животных. Не так давно свора собак покусала ребенка. К счастью, он остался жив. Домашним питомцам не всегда так везет. Соседских. То есть, недавно одну собаку загрызли. Совсем эта свора бродячих собак, которая была собака на привязи, и они ее прям загрызли. Она не выжила. Постаралась хозяйка отбить их, но не удалось выжить. Конечно, хорошо бы еще привести в порядок дороги и установить хотя бы одну детскую площадку, мечтают магаданцы. Ведь здесь живет очень много малышей. Но это уже из разряда фантастики. Поэтому они просят власти обратить внимание хотя бы на самые острые проблемы этого района. Олеся Хитагурова, Руслан Пушкарев. Специально для Карибу.